Белавиа отслеживает ситуацию с безопасностью полётов в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Там подчеркнули, при необходимости будут принимать оперативные решения. Чартеры в Анталью из Минска летают в штатном режиме. Напомним, в результате теракта в стамбульском аэропорту Ататюрк, который произошёл накануне, погибли 36 человек. Количество раненых превысило 140. По информации Министерства здравоохранения Турции, граждан Беларуси среди пострадавших при взрывах нет. Два дня осталось до деноминации. Банки и магазины завершают подготовку к работе в новых условиях. В ближайшие дни у них особый график. Например, 30 июня сокращённый рабочий день, а 1 июля офисы некоторых банков и вовсе будут закрыты. В ночь на 1 июля не будут доступны операции в интернет и мобильном банкинге, карточки не будут приниматься к оплате, а в банкоматах нельзя будет снять наличные. Финансисты советуют беларусам в ближайшие два дня сделать все срочные платежи, в первую очередь погасить кредиты и пополнить балансы мобильных телефонов. Кроме того, стоит заранее снять наличные в сумме, которые хватит на несколько дней. Платежи по карточкам станут доступны уже утром 1 июля, но локальные сбои не исключены. Аллею звёзд обновят в Витебске к юбилейному славянскому базару. Строители меняют облицовочные плиты, модернизируют освещение, а сам объект теперь будет носить название «Площади звёзд». Полным ходом идут работы и на главной сценической площадке в Леднем амфитеатре. Завершён косметический ремонт в гримёрках. 3 июля начнётся монтаж фестивальной сцены. 25-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» пройдёт с 14 по 18 июля.